здравствуйте друзья я приветствую вас на живописном хайвее номер 280 и у нас вопрос о том как вообще переживается эмигрантами ностальгия по продуктам питания привычным но вопрос большой поэтому я попрошу свету его зачитать во всей красоте и неповторимости подлинника давай давай сложный вопрос давай давай здравствуйте михаил хотелось бы услышать ваш развернутый комментарий видео по поводу такой темы как ностальгия по продуктам питания страны исхода вы часто в своих видео упоминайте русские лавки где продаются всевозможные помидорчики огурчики селёдочка конфетки и тому подобное уже уже слюки для когда я слышу подобное от вас или от других блогеров у меня невольно возникает когнитивный диссонанс и вопрос или это я не такой или это потому что я проживаю в украине и просто не столкнулся с подобного рода проблемы объясню что я имею ввиду занимаясь тренировками с отягощениями на протяжении многих лет у меня сформировалась определенная культура отношения к пище как инструменты для восстановления эффективности эффективной жизни в первую очередь а потом уже как инструмента получения удовольствия с поправкой на полезность естественно таким образом всяческие огурчики водочка и селёдочка и тому подобное для меня не нужны даром и здесь не говоря уже о том если бы я проживал сша своего рода идеальном месте по ассортименту здоровой пищи и оригинальных биологических активных добавок проживая в украине обеспечить свой рацион здоровой качественной пищи можно но требуется приложить для этого определенные усилия то есть нужно знать что и где покупать так как ассортимент супермаркетов представлен базовым ширпотребом из мусорной еды пример в большинстве магазинов есть огромный выбор выпечки конфеты алкоголя но очень скудный ассортимент морепродуктов и мяса но о качестве молочных продуктов я вообще молчу их можно покупать разве что у сельских жителей если ставить цель выпить именно молоко а не порошковый молочный продукт много раз я заказывал спортивное питание биологические добавки в сша на таком-то саде by bodybuilding.com в первую очередь из-за гарантии качества и защиты от поделок да и порой получалось так что даже с учетом стоимости доставки покупка выходила дешевле чем аналогичным украине ты смотри также судя по рассказам людей проживающих сша у меня сложилось впечатление что в этой стране есть доступ к всевозможного рода кухням и продуктам для людей ведущих здоровый образ жизни продукты маркируются на предмет содержания холестерина глютена глюкомата натрия сахара и других компонентов влияющих на здоровье есть большой выбор даже для вегетарианцев сыроедов продукты одобрены к употреблению в рамках ислама и иудаизма пища относительно доходов недорогая и представлена большим ассортиментом я не могу понять как в условиях такого рода доступности вариативности и качества продуктов может возникать потребность соленого курса или селедки вы считаете это потребность прикоснуться к чему-то ранее знакомым или просто привезенные пищевые привычки которые не удовлетворяются на новом месте а может действительно продукты в разных странах имеет разные вкусы не всегда адаптация проходит болезненно спасибо я свято первым делом вспомнить анекдотец о том как значит там ну какой-то корпоратив там некорпоратив какая-то презентация знаешь собрался разный народ ну и там закусочка стоит и такой молодой интеллигентный значит человек наш новое поколение вот он стоит там пьет минералочку из бокала а такой уже пост но такой пак постарший чувак такой с брюшком там со всеми делами он там водочку семга и он говорит шо ж ты молодой парень давай гать мы стоим водочку где ты корку гает все дела тот говорит вы знаете нет я вот водички минеральную подачете водички ты посмотри год вот смотри вот это вот тут рыбка такая рыбка сякая буженинка сейчас мы ставим с водочкой тот но никак значит и он говорит да шо ж это такое там вот так что за молодежь пошла и этот ему молодой парень ему вы знаете я ем тогда когда хочу есть и то что я хочу есть они то что вот не кто-то там предлагает это смотрит на него с ужасом и говорит ну ты прям как животное вот значит я немножко хочу увести давай в сторону я свое время там слушала виктора толкачева который на своем опыте он очень часто этот опыт описывал и в книжке и в своих лекциях говорил что человека когда у нас вкус и формируется там где-то до пяти лет вкусовые вот привязанности до в очень раннем возрасте и дальше как бы организм человека испытывает но он это сводил на уровень буквально составляющих на уровне минеральных составляющих тех продуктов которым привыкли с детства потреблять и он долгое время служил военным летчиком в африке и говорит что ему там не хватало безумно там их очень хорошо кормили они жили в шикарном отеле на готовом питании тогда но ему вот не хватало черного русского хлеба и когда приходил туда корабль какой-то да и у них можно было на кухне купить это большие деньги покупал буханку черного хлеба и просто набрасывался на хлеб селедкой и с русским пивом спроси в любом русском магазине номер один что у них самое популярное тебе скажут черный хлеб и селедка поэтому я хочу сказать что этот факт имеет место быть вот эти привязанности наверное это минеральное может быть да но в америке как известно все есть да и опять же со временем точно так же как на украине да можно найти те продукты которые тебя будут удовлетворять если ты живешь в мегаполисе где много разнообразия и так далее вот скажем у нас тут и индийская и китайская и тайская я не знаю там и ирландская и шведская и греческая какая хочешь русская то есть мы сознательно себя не ломали на то чтобы переходить на какую-то еду пытались сколько-то раз переходить на другие диеты но все равно с этого срываешься и переходишь на то что вкусно а не на то что полезно можно я вот про них конкретно про парня скажу дело в том что он живя там где он живет не включает в свой рацион не селедочку не огурчик не икорочку и так далее исторически для него это не является предметом вожделения когда она отсутствует и так далее поэтому ему этого не и там не хотелось и здесь не хочется люди которые здесь это кушать это люди которые там это хотели и здесь это хотят и если там это было в норме и всюду вот ты будешь мы когда были там 12 лет назад москве там как этот ресторанчик назывался елки-палки елки-палки вот нам местные нам год боже ребята что вы вы не хотите в эти елки-палки да разве можно это совершенно не то место а дочь нам сказала сходите обязательно мы пошли в эти елки-палки мы балдели там от счастья потому что там буквально за за три копейки но там за смешные за смешные деньги но света там было все вот ностальгическое ну подожди секунду мы показывали буквально там неделю назад как мы праздновали старый новый год до наших приятелей и там действительно на столе было то что скажем так традиционная наша еда в мечтах когда мы жили там данную с американским размахом в основном мечтали об этом да потому что с американским размахом там тебе ветчины и домашние какие-то колбасы и буженины и все такое прочее ну да если опять если человек хочет здесь вести здоровый образ жизни да то он может это вести он может все здесь купить будет ли у него ностальгия по тем продуктам которые он реально использует там наверное будет если он не найдет аналогичные продукты здесь вот почему я вчера показала специально помидоры показал то что мы покупаем потому что не все помидоры очень многие жалуются что в америке продукты есть несъедобные но если не знаешь где какие продукты покупать они будут несъедобные клубника будет несъедобных а вот filler есть где покупать um нужно поискать да поэтому кроме того важно еще что понимаешь например клубника она будет вкусно и такая как сделать ребвери из грядки только в тот момент когда она растет на грядке под солнышком а не парниках вот это очень важно потому что у нас клубника есть круглый год но зимой она похожа на морковку а не на клубнику А летом, когда она с грядки и под солнышком, тогда она настоящая, органическая, хорошая клубника. Мы с грядки и берем, правда? Да. То есть нужно понимать эти вещи. И помидоры тоже нужно брать определенный сорт. У меня много лет ушло. Вот я, например, не очень люблю ходить в другие аутентичные рестораны. То есть я могу по случаю сходить, но сказать, что... Ну вот, я не знаю, из всех ресторанов, то, что мне доставляет больше удовольствия, например, это японские и китайские. А во все остальные я могу сходить. Я не люблю вот эту восточную кухню медитарения. Ну так, удовольствия не испытываешь. А все-таки мы как-то приверженцы вот той еды, на которой мы выросли, которая была предметом вожделения и не была так доступна, как здесь, конечно. То есть это не вопрос осознанно. Вот у молодого человека у него осознанно. Он говорит, я рассматриваю еду как способ сознательного восстановления своих сил, калорий, биологические добавки и так далее, и так далее, и так далее. А подавляющее большинство человечества рассматривает еду... Как удовольствие. Помимо, может быть, других вещей. Как удовольствие, потому что мы как биологические существа... Вот отключите мозги и оставьте все остальное. Мозги в смысле сознания. И мы, превратившись в животных, мы будем испытывать максимальное удовольствие от того, чтобы покушать и от интимных отношений, так сказать, с предстотелем противоположного... Ну, в основном, противоположного пола. Значит, теперь, что из еды нам нравится? Шопинг, шопинг тоже. Что из еды, Света, шопинг это социальное. Что из еды нам нравится? Конечно, для шопинга мозгов много не надо. Значит, из еды нам нравится то, что, казалось бы, самое вредное, это то, что содержит больше жиров, больше сахаров и больше холестерола. Нет, секунду, но это нам, именно потому, что мы росли в такой среде. То есть, люди, которые, например, медитеринская кухня, она в целом содержит очень много салатов, овощей и так далее. Я говорю о человеке как биологическом существе. То, что мы с тобой сегодня живы, вот сидим, разговариваем, это свидетельство того, что до нас были там тысячи поколений людей, которые смогли выжить, прокормиться и размножиться. Понимаешь? И все существование человечества вот на этом было построено. Выжить и размножиться. Мы являемся первым поколением, вот мы с тобой, первым поколением людей, которые не испытывали недостатков пищи. Наши родители испытывали. Наши родители видели, как умирали люди во время голодомора. Понимаете? Я хочу бензинчиков. Значит, наши во время войны там и так далее. Поэтому мы первое поколение. Там дальше, может быть, молодой человек, он как бы второе поколение. Поэтому чем дальше мы будем в поколениях уходить вот от этого состояния, да, когда еда является предметом вожделения, особенно жирная, холестерольная, сладкая. Я вот читал в подростковом возрасте, читал Шолом Алейхима. Есть такой писатель еврейский. Вообще Робинович его фамилия. Шолом Алейхима, это псевдоним. И вот Шолом Алейхим. И он там описывает быт еврейского местечка. И вот, а там беднота такая, боже мой, нищета там, страшное дело. И вот этот еврей всю неделю, всю неделю, он на субботу, потому что суббота это святой день, он на субботу что-то такое откладывает, чтобы в субботу было там и яичко, и маслице, и может быть даже курочка, это уже я уже там не знаю, что, какое счастье. И вот это все туда откладывает. А мы сейчас, мы сейчас, этот шаббат, значит, имеем 4 раза в день. И я вам скажу, что если вы возьмете лося из природы и будете кормить его тем, что мы кушаем, еще в Макдоналдс пойдете, понимаете, он через полгода умрет, потому что у него будут проблемы с сердцем, с почкой, с печенью, с поджелудочной железой, если у него есть там, я не знаю, что у него там есть, и так далее. И он просто не выдержит этого всего. Поэтому, значит, мы сегодня находимся на переломе. Уже со всех сторон все говорят, надо кушать здоровую пищу. Магазины Whole Foods на каждом углу, да, вот я вижу бензинчик, мы сейчас зарядимся. Вот, и так далее. Время переломное. Вы говорите, а почему же вы, имея возможность кушать здоровую пищу, кушаете, хрен знает что? Потому что так получилось. Потому что мы не идеальные. Нет, Света, мы не идеальные, особенно я. Да, ну нет, ну я должен был тебе какой-то, какой-то кредит дать. Ну да. Все, тогда мы немножко выключаемся и идем заправлять автомобиль. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.